Биатлонная база Заря Олгу впервые в своей истории приняла совместные областные соревнования юных биатлонистов и лыжников. Для многих мальчишек и девчонок это боевое крещение в официальных стартах. Как пройти регистрацию, как правильно разминку провести, как правильно стартовать. Именно на таких соревнованиях юные спортсмены узнают кухню состязаний и, конечно, не обходятся без волнения. Клокочет внутри сердца у них. Но это всегда такое было. Даже вместе с ними, вот как я, как тренер, уже сама начинаю с ними волноваться. Ну и хочу, чтобы дети выступили просто достойно. Эти соревнования провели на призы победителя первенства мира по биатлону Ивана Пичушкина. Именно ему принадлежала идея провести совместные старты юных лыжников и биатлонистов. Более 160 спортсменов вышли на старт. Та половина участников, кто постарше, бежала на лыжероллерах. А младшие преодолевали кроссовую дистанцию. Многие из них, кстати, пока не тренируются с оружием. Поэтому стрельбу из программы состязаний исключили. Лично для меня, как для тренера своих воспитанников, важно показать детям, что у них есть соперники, есть конкуренции. Они должны работать прежде всего. Кроссом чуть больше километра на лыжероллерах от 2,5 до 5 километров. Такие дистанции предложили юным спортсменам организаторы. Стартовали с разницей в полминуты. Поэтому спор заочный, но борьба на трассе не шуточная. Обогнать впереди стартовавшего – задача минимум. Я дал силу, потому что надо показать хороший результат, достичь большей цели, занять призовое место. И чтобы тренер сказал, что хорошо проехал. Впрочем, любые соревнования предполагают выявление победителей и призеров. Лучшую кроссовую подготовленность показали представители Ульяновска – Камила Якушева, Маргарита Карманова, Дмитрий Павленин и Павел Петрунин. В гонках на лыжероллерах среди девушек на дистанции 2,5 километра победили Софья Захарова и Виктория Бикинеева из Димитровграда. А среди юношей на этой же дистанции победил ульяновец Михаил Панкратов. Всего на 5 секунд он опередил серебряного призера – корсунца Дениса Иванова. А вот на дистанции 5 километров победу праздновал еще один представитель корсуна – Алексей Дронин. Его преимущество над серебряным призером составило около минуты. Михаил Рассашанский, Новости Ульяновской правды.